В Республиканском детском доме в микрорайоне Московский отпраздновали победу сестер Лекаревых. Девочки участвовали во всероссийском конкурсе рисунков и стенгазет, посвященных ко Дню Победы. Как прошло мероприятие, кто приехал поздравить победителей и конкурсантов, расскажет Альбина Курачин-Вакенжева. Накануне, в Международный день пропавших детей, добровольцы отделения Национального центра помощи детям по республике посетили детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для всех ребят были проведены развлекательные мероприятия с аниматорами. Воспитники детского дома были рады красочному празднику и танцам. Кроме того, гости приехали с вкусными лакомствами. Кульминацией праздника стала победа во всероссийском конкурсе рисунков сестер Лекаревых. Если вы видите, что совершается какое-то преступление, какое-то правонарушение, если вы видите, что кого-то обижают, обижают слабого, может быть, вы понимаете, да, обижают тех, кто сильнее вас, вы не можете физически им противостоять, сообщите об этом, расскажите, позвоните в полицию, расскажите администрации, расскажите взрослым, потому что взрослые всегда помогут, найдут причину, найдут возможность вам помочь. Никогда не оставайтесь равнодушными, если видите какие-то проблемы. Всех участников конкурса добровольцы центра не оставили без внимания. Победителям и участникам межрегионального конкурса добровольцы вручили ценные подарки и призы. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов провели урок безопасности и рассказали детям, как вести себя в различных чрезвычайных ситуациях. Также провели занятия по теме «Безопасный интернет». А вы сегодня ожидали, что вы выиграете? Нет, нас очень не ожидали. Ну и какие у вас эмоции, впечатления? Ну радость. Неожиданность, радость. И приятно, что мы выиграли в таком конкурсе. А дальше будете? Планируете участие? Да. Будем тоже. Мы тоже принимаем в некоторых конкурсах участие. Именно по рисункам. И дальше так будет тоже. Руководители Алиба Ирамкулов и добровольцы Национального центра помощи детям выразили огромную благодарность уполномоченному по правам ребенка Натальи Бондаренко, сотрудникам МВД по КЧР и Следственному управлению по республике, а также представителям Совета отцов за поддержку в проведении мероприятия. Альбина Курочинова-Кенжева, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкисия.